Представители знака Зодиака, Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, неделя с 24 по 30 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз. Это всего лишь прогноз, он может отличаться и будет где-то отличаться от личной истории каждого. Но если мы подключим нашу интуицию и соединим с метафорическими образами карт, какой-то инсайт, несомненно, мы точно получим. Итак, что нам готовит неделя? Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем такую карту, что от нас скрыто или что может ускользать от нашего внимания. Не намеренно кто-то скрывает, а именно мы где-то можем не заметить. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Итак, неделя. Прекрасно. Праздник после победы. Ну, явно какой-то гордий узел. Тельцы, мои дорогие, вы распутаете. По крайней мере, знаете, что-то вам станет определенно очевидным. Вот что делать теперь? Или какое направление избрать на потом? Или то, что, предположим, дело, которым вы занимались, все-таки это у нас именно праздник после победы. И это карта якоря, уверенности, но не та уверенность, да, когда у нас как по четверке Пентакли, карта жадины, когда, ну, какой-то стопор. А здесь нет. Тут именно, знаете, все-таки это у нас жезлы, когда нас что-то радует, когда придает нам импульсы и вдохновение что-то, как планы строить на будущее. Причем в более таком уверенном состоянии духа. Мы уверены в собственных силах, что точно какой-то дальнейший проект, наш дальнейший прогресс у нас наверняка получится. Вот что важно знать. Вот такое состояние на неделе. И, значит, может быть, к этому вас приведут какие-то новости, а может быть и обстоятельства, которые вокруг вас сложатся. Но четверка. Важно знать. Важно все сохранять. Понимаете? То есть для чего-то, значит, и люди, которые входят в вашу жизнь, они вам, может быть, как проводники своего рода. Они для вас важны и нужны. Или, может быть, какая-то ситуация связанная или с людьми, или с какими-то событиями. Тоже где-то вас исследуют на прочность, но подталкиваясь сделать какой-то важный вывод. Понимаете? То есть тут у Вселенной много методов. Мы наперед ведь никогда не можем предусмотреть что-то. Поэтому пользуемся всем тем, что приходит на наш порог. И больше с позиции, как это я с чем или с кем могу провзаимодействовать. Чего не избежать? Вы знаете, поездки какой-то не избежать. А для кого-то, может быть, отъезда человека от вас. Или вы откуда-то отправляетесь. Для кого-то проиграется уход. У кого-то проиграется как уход с работы. Увы. Для кого-то и в отношениях может тоже проиграться, если особенно отношения уже к этому где-то шли. У кого-то, может быть, правда, и суды проходят. Карты нам не рассказывают. Но вы не один и не одна. Нам уже показывают, что есть круг единомышленников и тех людей, которые вас любят. Это очень важно. Тут может быть смена какого-то вашего проекта. Вообще, если так более шире эту карту посмотреть, это то состояние, знаете, выход из комфорта, из зоны комфорта называется. Но, по сути, это, знаете, какая-то развилка судьбы. И если мы прежде, вот как в сказках, да, до камня дойдешь, а там направо, налево, прямо, куда. Так вот, мы могли прежде возле этого, ну, такого визуализируемого камня словно остановиться и потерять ориентир. А вот теперь на этой неделе мы его находим. Собственно, я уже это озвучила по четверке жезлов. Чему сейчас не время? Ну, пока, знаете как, не время где-то, вот, интересно выпадает. Часто по двойке жезлов, это, знаете, как сидеть на двух стульях, вот сразу. Или думать, что я смогу продолжать еще работать на двух работах, если для вас это актуально. Нас, вот уже по восьмерке кубков, как будто ситуация конкретизирует к чему-то одному. Она сужает для нас какой-то коридор, какой-то фарватер. И, значит, на этой неделе может или могут начаться какие-то события, новости. И где-то и ваш внутренний инсайт, когда вы будете точно видеть свое направление. Собственно, я опять же об этом сказала. И карты нам просто раскрывают какую-то вашу ситуацию. А что нам помогает, еще раз говорят, колесница. Правда, у вас для кого-то конкретный переезд, мои дорогие, или перемещение куда-то, или к вам приезд человека. Или какая-то история, которая тоже с уходом, приходом, сменой места жительства, сменой работы, отношений может проигрываться. По колеснице это карта удачи, пусть не в этой колоде. В этой колоде здесь нам больше говорят о том, чтобы мы не удерживали то, что от нас уходит. О том, что нам, правда, придется делать какой-то выбор. Но встречай все то новое, что приходит на твой порог. Здесь могут быть как события, которые нас словно ускоряют. И если бы мы раньше топтались на месте вот где-то, да, по двойке жезлов, думали, ну вот я и направо, и налево. А вдруг мне что-то направо пригодится? А может быть, есть какой-то интерес в стороне, где слева, да. Вот здесь надо будет, придется нам как будто сконцентрироваться на чем-то одном. И от этого зависит успех. Но, тем не менее, мы взаимодействуем, как и с новостями, как и с людьми в нашей жизни. Если что-то мы получаем как новость или свидетельство, может быть, того, что наше окружение меняется, кто-то уходит, да, значит, мы не удерживаем никого, не пытаемся искусственно что-то задержать. Мои дорогие, для вас это будет важно, потому что от этого зависит ваш успех. Так или иначе, добрая карта, и это, по сути, перемены. Так вот, вам помогают перемены, мои дорогие тельцы. И поэтому удерживать что-то или пытаться двигаться в двух направлениях нет смысла. Здесь нужно держать руку на пульсе, где-то долго не раздумывать. Все-таки карта – это скорость, предполагает. И у кого-то она проиграется буквально. Может быть, события так разовьются, что быстро, спонтанно собраться, куда-то поехать придется, какие-то вопросы решать. Или какое-либо дело для вас, вполне вероятно, может ускориться. Что-то может решиться. Какой-то документ может быть подписаться. Но вам все, мои дорогие, во благо. Что скрыто? Не сомневайтесь в своей победе, мои дорогие тельцы. Шестерка жезлов, карта победителя. Но от вас как будто уже потребуется, может быть, на данном этапе сохранять нам, говорят, как свою победу или то, чего вы добились. Значит, те новые ресурсы, те новые возможности мы не должны отказаться, застревая где-то в прошлом. И удерживать как будто позицию – это те 50% успеха, которые часто не хватает нам всем, когда мы решили какой-то вопрос, и нам кажется, ну все, дело в шляпе. Теперь уже у меня какой-то наступает такой период спокойный. А нет, вот если мы так думаем, тут все может пойти в кривь и в кость. Поэтому победитель предусматривается по этой карте, что он все контролирует. Вот и для вас придется контролировать, удерживать свой успех. И вообще сильная позиция. Дела, работа, бизнес. Ну какие-то вопросы, может быть, по жилищу, по семье, по вашему союзу. Может быть, новости приятные. Карта счастья, мои дорогие тельцы. И значит, ну точно будет что-то. Вот этот самый праздник будет после победы. Одна карта нам рассказала сразу обо всем. Но это не та победа, когда вот мы сели и где-то так вот, ах, расслабились. Нет тут наоборот, какая-то динамика, понимаете. Ну, не успокаиваться на достигнутом. А здесь, ну, исполнение какое-то желание. И значит, это может касаться вашего союза, вашей семьи. Ну, может быть, ваших и детей, ваших родственников. Все-таки у нас здесь, знаете, полнота счастья, в принципе, во всех сферах показано. И значит, что-то доброе, хорошее, светлое. Просто стремиться на ваш порог, мои дорогие тельцы. Пусть так и будет. Финансы. Хотя вот тоже нам предполагается уже по этой карте, что финансы-то у нас есть. Не будет какой-то проблемы. Да и по всем остальным картам тоже. Ну и шестерка Пентакли. Шесть – это всегда еще одна победа. Вообще, по нумерологии, любая активность или любые действия словно происходят в шесть стадий. И вот шестая – завершающая, а за ней следует число семь, когда мы берем паузы для того, чтобы как мысли в порядок, так и ориентиры на будущее взять. И у вас, посмотрите, две карты – шесть. Значит, в двух сферах будут какие-то победы очень важные. Значит, какую-то ситуацию по финансам вы словно можете переломить. И если она у вас до этого была, ну, где-то так, знаете, ну, не получалось осуществить какой-то реванш. Или не могли, может быть, получить деньги длительное время, не доходили. Или какая-то еще была сложная обстановка в плане финансов. То на этой неделе явно вы остаетесь с финансами довольны. И у нас человек показан, я надеюсь, это видно, очень интересное изображение. Он словно маг. Он взвешивает свои пентакли. И что интересно, весы изображены как геральдическая лилия, флёр-де-лис. Это где-то как, знаете, ну, благословление, я бы сказала. То есть вам для чего-то будут помогать вот именно, может быть, высшие силы осуществить какой-то финансовый, в том числе, проект. Но это не ради накопления. А вы должны иметь какую-то высшую идею, если мы говорим, что деньги – это один из способов взаимодействия с миром. То есть вот это, наверное, будет важно. Но по этой карте еще предусматривается, что, мои дорогие тельцы, деньги мы не тратим. Вот, кстати, если мы нуждаемся в деньгах, вот всякое же бывает, и у каждого все равно своя ситуация. Это как-то еще и мецената. К нам могут прийти на помощь, нам могут помочь решить какой-то вопрос. Мы можем, кстати, закрыть кредит по этой карте или что-то сделать для себя очень важное. Но если к нам обратились, одолжи мне денег, нужно проявить участие к человеку, не отталкивать его. Да, может быть, вы сами имеете опыт в подобной ситуации, поэтому следует поделиться. Но сказать, что мы достали из кармана деньги и сказали «на, возьми» – нет. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Вам для чего-то эти деньги будут нужны именно, может быть, ваш проект. Может быть, для вашей семьи, для детей, для переезда. Вот для какого-то плана, который для вас будет очень важен в личной жизни. Хотя нам про личную жизнь уже тоже сказали. И, кстати, по четверке жезлов вот эта колода карт, она очень добрая. Она сразу вот несколько значений как бы раскрывает. А у вас выпадает карта мага, нет ничего невозможного. Ну, где-то это великий манипулятор, как ни странно. Но если мы смотрим про энергетику, знаете, несмотря на то, что неплохо идут дела, вам нужно сохранять очень такой, знаете, рациональный где-то подход. Мы не должны с чем-то просчитаться на каком-то воодушевлении. Или вот как я говорила, что мы можем, или будет такой посыл, желание внутри нас где-то успокоиться. Нет. Тут словно, знаете, пространство, вселенная вам дает какую-то возможность именно для того, чтобы вы осуществили нечто более важное. Подумайте об этом. И как раз карта мага это подтверждает. Вы здесь можете где-то, безусловно, если мы говорим про манипулятора, какую-то ситуацию прогнуть в свою пользу. То есть с нужными людьми договориться, используя дипломатию, диалоговую форму, где-то вот эти энергии, ведьмак ни с кем не спорит. Он поставил перед собой какую-то задачу, и он или так, или эдак, каким-то образом, не продавливая в открытую какой-то свой проект, он находит все равно решение. Но транслирует он чаще либо нейтральность, либо где-то располагает к себе или заинтересовывает собой. Вот именно этот момент, он не рискует собой, и это тоже будет, видимо, иметь для вас значение, и он владеет всеми стихиями. Вот такие возможности на этой неделе практически. Тут можно многое делать для себя самого, как и решить, так и, знаете, как какую-то дорожку, словно протоптать будущее, да, или взять верный ориентир. И сама по себе ресурсная неделя, мои дорогие тельцы. Поэтому все зависит от тех планов, которые вы строите. Но и колесница нам как будто помогает, помните. Да и карта мага – это неограниченные возможности. Не упустите какой-то момент. Иногда к нам приходят возможности совсем не так, как мы их ждали. И мы думаем, что нам будет что-то предложено именно одним образом. Мы часто чего-то ждем. А тут нам вселенная преподносит какой-то шанс. И он выглядит на первый взгляд, ну так, никак, незаманчиво. Или какая-то альтернативная возможность, которую мы даже не предполагали. А вот именно этим надо воспользоваться. Будьте магами, волшебниками. Ведь это, по сути, именно волшебник. Он даже в какой-то патовой ситуации видит для себя преимущества. Перекладывайте на себя. И будьте счастливы и любимы всегда.